Всем привет! Мы сегодня с мамой пришли в губернаторский музей. Здесь сегодня состоится литературный вечер маминой подруги нашей альбургской поэнтессы Натальи Ермашовой. У Натальи канал есть на ютюбе, я ссылочку для своих зрителей оставлю под видео. Канал называется... Наталья Ермашова. Нескучные истории об истории. Гадание Санни и Коля. Мороз крепчает, это святки. Закружат хороводом в юге, а вечером придут подруги на суженую погадать. И в пятьдесят, как в двадцать пять, в кольцо в студеную водицу. Смотри, смотри, дрожат ресницы. Пусть вечер длится до утра, на улицу уже пора. И валенок летит ракетой через забор. Где ты? Мужчины, позовите им. Блестит на ветках звездной ини, как весенны и хорошо, а снег скрипит еще, еще. Ведь даже в южной ненасти на святки это тоже счастье. Святки это уже нечто большее, чем православие. В святочных гуляниях и в святочных мероприятиях испокон веков в Оренбурге, во всяком случае, участвовали представители абсолютно всех национальностей. Здесь очень интересные были спектакли, были очень интересные балы. Я уже рассказывала неоднократно, что с легкой руки нашего губернатора, генерала-губернатора Пировского, проходили лакейские балы в девятнадцатом веке. Это он именно придумал это мероприятие. И сказал, один раз в год, барышни, отпускайте своих служанок. Господа, отпускайте своих лакеев, и пусть они танцуют на балу, и будет им счастье. И этот бал проходил не где-нибудь, а в офицерском собрании. И сам губернатор Пировский и ближайшее его окружение, господа офицеры и высокие чиновники, не считали зазорным танцевать со служанками. А дамы давали им свои платья на балы, даже собственные украшения в это время. И вот они таким образом развлекались. Кстати, билеты на этот бал стоили весьма недешево. Я оставал тебя отборными подковами, я паралетку тихо лаком покрывал. Но не труми гнув пилами дубовыми, сразу всех он седоко покортовал. Ну и как же это только получается, все так в жизни перепутывать хитро. ПЕСНЯ 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 Надежда Николаевна придумала с яблоками. Она у нас вообще просто незаменимый человек. Ангел наш хранитель. Слабо, что она вот оказалась, правда. Вот настолько необходимый человек уже. Недавно Надежда Николаевна сделала клип на стихотворение «Душа города». То есть она вот нашего Олега, которого все помнят и знают. Тоже я его написала несколько лет назад. Я, кстати, бежала куда-то сюда, по-моему, в музей. И это было вот уже зима, но без снега. И вот он стоит, поет возле, вот здесь вот недалеко. И я прям, а я все время его, а я как раз с мужем поговорила, что давно его не видела. А он как-то вот как талисман. Я ему все время денежку даю, и он вот, ну, такой. И здесь я его увидела, и он всегда так благодарит, и я написала стихотворение. Стихотворение назвала «Душа города». Потому что я его читала уже неоднократно, но вот как-то захотелось бы сегодня в святки его еще не читать. Была колючая зябка, без снега, в моем сером замерзшем голоде. А местный юродивый звонко пил, воробушка в неужасно холоде. Сливаясь с пейзажами города, на улицах выступая нередко, люди спешили в уютные жизни. В шапку мы бросаем монетки. Его же почти не замечали, привыкнув за много зим и лет, как привыкают к стамейке, к дереву. Кажется, его звали Олег. Олега помню целую жизнь. Со старших классов школы, наверное, слухи ходили, что от несчастной любви он помешался. Медленно, в каком-то ином измерении, время течет для таких, как он. Для нас четверть века и пуха целая, для Олега всего лишь сон. Долгая песня о несчастной любви безответной. К девушке той, у которой взрослые дети и внуки уже. Но лишь ей одну целую жизнь поет. Снег и дождь не поняли мы, что и родили своей сумасшедшей и дырой в рот. Душу и строк для целого города. Маршрут двадцать пятый. За окнами тени деревья проспяты. И в музыке самый бездарный блатной. Любимый народом разносится двойц. Мелькание курток и плащиков серых. И в дождь по стеклу. Да по нервам, по нервам. Какой Новый год? Тут венец и пахнет. Плывет мой автобус по улочкам чахом. Ах, как бы рвануть бы из этих шаров в открытое море и полный вперед. Пусть к дальним автобус несят берегам на северный полюс, навстречу снегам. Сумерки глядят, глазами синими, смотрят нежно в прошлое мое. Опустевший сад в роскошном инею, за головой уходит в забытье. Вспоминая детство, эти сумерки, отчий дом и рядом вся семья. А теперь, мои родные умы, безболью в синий небес глотаю я. А на ветрах белых птицы черные, друг от друга греясь, мирно спят. Голоты да вороны обреченные в городе всю зиму кочевать. Окна потихоньку зажигаются, и светлеет небо полотно. Будний день неспешно начинается, ночью колдовство завершено. Люди суматошные забегали по аллеям, распугали птиц. Небо, небо, что подаришь? Снега, светлых строчек, несколько страниц. Полетят с тихими лихими птицами, совершив небесный свой побег. А березы, хлопая ресницами и весом, встряхиваясь с ним. Называется «Заколдованный принц. Последнее Рождество». Под вальси цветов снежинки кружат на Рождество, а за окном белым-белом и снежным-южным. Надежда есть, но принц струндом свою улыбку дарит сестрам, Татьяну, Ольгу и Марии. Анастасия ночью поздней ему игрушку подарила. Алеша, мил, помнишь сказку? Щелкунчик ждет тебя под елкой, А завтра горка и салазки. Всенощную отслужит только. Подарки в праздник всем солдатам. Бог ведь нас учит все прощения, Целует сестры нежно брата, Готовы столы, угощения. Папа, мама споют, как прежде, Благословенный, пришедший в Божие, Благословением, благодельным, и птицам послеплеет. Может, все испытания не напрасны, Младенец Бог спасет Алешу. Царица жертвенна прекрасна, Своей непосильной ноши. Спи, юный приз, ты на заклане, Не будет больше Рождества. Кровавый дар, мышиный праздник, Пятиконечная звезда. Я хочу дать слово все-таки галереи кукол, потому что совершенно недавно я познакомилась с удивительным человеком. И вот как-то так получилось, как будто я его знаю уже сто лет. У нас получилось так, что при однажды день рождения оказались, прям рядышком. И, ну, я думаю, что это не случайно. Берия кукол возникла недавно, с июня прошлого года. Это постоянно действующая выставка местных мастеров, Горида Оренбурга и Оренбургской области. К Новому году, в тюрьме полгода нашего, мы решили делать выставку, пригласить мастеров других городов. На нашу просьбу откликнулись более 10 городов, в том числе Москва, Кировка, Нижний Новгород, Блоково. Наши местные по Оренбургской области мастера. Куклы очень интересны в различных техниках. Мастера тоже все превосходные. Ну, если честно, я не думаю, что у нас в городе Оренбурге есть такое количество мастеров, которые делают куклы в таких различных техниках. Поэтому это надо все смотреть, видеть своими глазами, ощущать фотографии на переносе. Не покупать. Не передает всей красоты, вот эти вот куклы. Поэтому ждем вас в гости, обязательно не приходите, не пожалеете с детьми. Даже мужчины очень интересны, тоже остаются в восторге после увиденного всего. Также мы там проводим мастер-классы, небольшие праздники. То есть, как бы, разнообразные у нас мероприятия тоже проходят. У меня был вечер, который был посвящен непосредственно моим куколам. Сегодня мы принесли не только моим, но мы подобрали в линейне подходящие куклы-иглушки, которые подходят к Новому году, к Святкам, к Святкам. Которые проходили в Москве. То есть, они у меня уже успели путешествовать в Москву на острове. И я их делала, как говорится, в этих путей никогда нищим. Я их делала, как мы привыкли их с Деда Морода Снегурочкой. То есть, Дед Мороз красным, Снегурочка голубой. Ну, как мы привыкли на открытках. Я их делала в тех костюмах Средневековой Руси. То есть, там, ну, попрощенно говоря, 1915-1917 века. Потому что именно, как бы, наше представление Дед Мороз, это вот именно, как бы, персонаж из того времени. Я шагаю по тропинке, Снегном, в городе кустом. И мечтаю о снежинке, Что укрылась под кустом. Я тебя давно приметил, Ты сверкаешь, что у нас. Искришься в лунном свете, Словно лучик милых глаз. Так хочу тебя потрогать И согреть в своих руках. Только ты ведь не дотрогай, От тепла, снежинки, крах. Буду тайно любоваться, И мечтать о встрече вновь. Обещай не растворяться, Сохрани в себе любовь. Всюду множество смежинок, Но нужна мне только ты. Лишь бы чей-нибудь ботинок Не испортил красоты. Вновь вернулся я в надежде, Встретит лучик дорогой. Дух, буран, всю ночь, конечно, Он забрал тебя. Новый год – семейный праздник. Так народе повелось. Будет Дед Мороз проказник В нашем доме частый гость. Стало модным на работе Проводить корпоратив. Только утром вы поймете, Как был Новый год красиво. Наша Таня – журналистка. Целый год строчит статьи Тем, где творчество с избытком. На работе до шести. В Новый год она снегурка. Нет от боя, от идей. Много дружат с ней под утро Замечательных людей. Наша Таня чуть не плачет. Говорит, что много сил устает. А как иначе? Банк навстречу пригласил. Наша Таня замуж вышла. Муж – фотограф молодой. В Дед Мороза нарядился. Ходит с белой бородой. Видят их на вечеринках. Развлекают, празднуют. Вмиг станцуют без заминки. Им за это подают. Но снегурить часто пытка. Хоть семья, но большой поход. Вот еще одна попытка. В ресторан готов поход. Вот и все. Закончен праздник. Нужно браться за пером. У Татьяны муж проказник. Ходит с нею. Все равно. Умрекли. Противная вновь природа за заснеженную дуну. Я иду по гололезу, по битому стеклу. Снег давно преграды не был. А сегодня сущий ад. Кто же так качает небо, что снежинки вновь летят? Чтоб свести с концы с концами, я решил пойти в обау. Все, что создано отца, отношусь сегодня в план. Мне кредиты не помеха. Но боюсь суммы тюрьмы. И бывает не до смеха. Хоть приятно жить за днюю. Что творю, не понимаю. Я люблю играть, хоть реже. Но душой не принимаю повелительный падеж. Мне еще платить два года. До последнего рубля. Протестует мне природа. Я в ответ подумал. Мля. Все, надеюсь, будет люба. Устаканится с рублем. Ты пропой, моя голубая. После вместе, да пойми. Мать, ты мой любимый, край обыкновенный. Знаю, есть на свете лучшие места. Только мне по сердцу, мой любимый этот, В час, когда приходит странная тоска. Только мне по сердцу, мой любимый этот, В час, когда приходит странная тоска. Выйду я из дома, выйду в сад зеленый, Выйду и умоюсь утренней росой. Обниму березку, поцелуюсь с кленом, Песни перебью я птичий разговор. Обниму березку, поцелуюсь с кленом, Песни перебью я птичий разговор. Мозаика на стеклах льдинки, И снег по улицам метет. Казачка вяжет паутинку Из века в век, из года в год. Сбиваются снежинки в стае И вдохновляют на узор. Она мечты своей вплетает, Невзгодом всем наперекор. В ее руках летают спицы. Лучиный бледный огонек Трепещет и дрожат ресницы. У ног ее мулачет кот, Как сладко спят на печке детки Под куполом из ярких звезд. И замерев на черной ветке В окно глядит седой мороз. Обняв ее коленки, дымкой Струится трепетный платок. Казачка вяжет паутинку Из века в век, из года в год. АПЛОДИСМЕНТЫ У меня есть рождественское стихотворение. Ведь у нас святки. Святки идут от родственников до крещения. И мне всегда очень жалко, Когда сейчас люди убирают елку После Старого Нового Года. Потому что вот как раз седьмого Начинается веселье. И оно длится до девятнадцатого. Как я вам говорила в своем музее, Не убирать елку до девятнадцатого. У нас святки там продолжаются. И первое стихотворение у меня Просвящено Рождеству. Оно так и называется. Рождество. Рождественский мороз Покрыл окно узором, И стала не видна вечерняя звезда. Как будто бы парча Сияет перед узором, И, глядя сквозь стекло, Смотрю я в никуда. И жалко, что теперь Я не смогу увидеть Трех медленных волхвов, Бредущих по снегам, И ищущих во тьме Чудесную обитель, Где только что Христос На свет явился к нам. Там, в Павловском платке, Счастливая Мария, Совсем еще неопытная мать, И плачет не о том, Что сын ее Мессия, Боится в первый раз запеленать. Там яблоки лежат На солнечной соломе, И летом пахнет сено на полу, И в слуховом окне, В морозном орехуле, Звезда сияет Сквозь рождественскую углу. За снежной рекой он, На белом холме, Есть дом за высоким забором, А в доме живет И грустит обо мне Тот, с кем я увижусь нескоро. Никто никогда не сумеет понять, Зачем мы на годы расстались, Зачем друг о друге Решили молчать И вечно любить обещались. И в доме моем Невозможно найти Его фотографии и писем, И если встречаемся с ним на пути, Он холоден и независим, Но знаю я точно В полуночный час Подходит он К западным окнам Из полной луны, Не сводя скорбных глаз, Рукой прикасается К стеклам. И глядя, как в небе В полуночном луна Скользит по лазуре Размытой, Он знает, Я так же стою у окна С такой же ладонью Раскрытой В зеркале Медном Полночной луны Мы оба навеки Сниматом жены Двойным Неделимым портретом Рукою к руке, Головой к голове Плывем в запрокинутые В вышине, Пока не исчезнут с рассвета. Мой милый, Когда над лукою Ты в сумерки Выйдешь гулять, Прошу тебя Под бузиною В траву Не садись отдыхать, Чтоб тонко зеленые Змеи Тебя не влюбили в себя, Чтоб сердце твое Леденее Навек не забыло меня. Мой милый, Напрасно ты ищешь, Чем я Не бывают верней Любовь моя выше, И чищен Любви Веселящихся змей. Колдунья С глазами огненными К черным ожерельям, С мерцающим рубином На руке Колдунья подала мне В склянке зелья И прядь волос Остригла на виске. Она сказала, В этом яде сила, Умеющая сердце погубить, Но сколько бы меня Ты не просила, Ему ты не сумеешь, Резлюбитель. Я волосы твои Сожгу на свечке, И белый пепел, Вея над столом, Слагаются в фигурку Человечка. Вглядись, Ярче имени его, Я сразу видела, Что зря ко мне пришла ты. Здесь не помогут, Здесь не помогут заголовные слова, Иди, С других я не взимаю платы. Твою любовь сильнее колдовства. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я не знаю, С кем ты, Я не знаю, Где ты, Чьими поцелуями, Быстрыми согреты, Твои длинные ресницы, Твои слуглые ключицы, Кто живет целуя, То, Что так люблю я. АПЛОДИСМЕНТЫ Наш вечер подошел к финалу, Осталось три яблока, Мы потом это... А, У нас кто? Инесса снимает, Пожалуйста, Бери яблоко. Что это за люди, Это... Так, Остальные все... Мам, Читай, Читай, Что там, Можешь при всех читать. Вот, И сейчас, Я хочу, Чтобы давайте погадали, Каждый подойдет, По одному вопросу, Я сейчас объясню, Так что не просто же там, Каждый день чистая страница жизни. Напиши ее красивым почерком. Хорошо. Вот, Не сфотографируйся, Правда? Давай. Ты определяешь пределы Своих возможностей. Не ограничивай себе. Все, Клево? Вообще клево. Ну, давай. А я? Я из интернета, Мне классно. Гадать будем? Я у меня есть так, Ты же мне записал. Девочки, Девочки, Гадать будем? Погадать? Да, Вот, На кукле. Пойдем, Нужно мой вопрос. Нужно задать вопрос, Да? И крутить? Да. Девочки, Нужно загадывать желание, И крутить барабан. Ну ладно, Пиши себе, Сколько у тебя, Что выпало? Вот, Зонтик. Ну ладно, Пиши себе. Куда показывать? Сюда? Вот, Что там? Навряд ли. Вряд ли мое желание сбудется. Давай ты крути. Загадала желание? Все будет хорошо. Девочки, Осталось последнее яблочко, Оно волшебное. Бери яблочко волшебное. Волшебное. Поблюшка бери. Как в сказке, Поблюцу покатаемся. Бери яблочко с предсказанием. Красиво. На этом вечер закончен. Мы идем домой. А вам большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, Подписывайтесь на канал. Всем желаю удачи. С вами была Инесса. И моя мама, Канал Мадам Плюшкина. Всем пока-пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»